В коррупционном списке саратовских чиновников появилась еще одна фамилия. Экс-глава Екатериновского района Роман Дементьев заподозрен в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревают в том, что в начале года он дал указание подчиненным принять на должность директора одного из МУПов свою супругу, которая фактически свои обязанности не исполняла. Как так получается, что человек, оказавшийся у власти, через некоторое время начинает работать лишь на свой карман? В психологии чиновника попытался разобраться наш корреспондент, отправившись в Екатериновский район. Против вас играет муниципальный служащий Роман Дементьев из Саратова. Своим вопросом Роман Дементьев поставил в тупик самих знатоков игры «Что, где, когда» и выиграл 100 тысяч рублей. Что сподвигло чиновника сыграть? То ли просто азарт, то ли нехватка денег, то ли низкая популярность? Теперь и не узнать. Но выиграл он не только деньги, теперь у него есть и популярность. Последняя благодаря сотрудникам Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Это мошенничество с использованием должностного положения и злоупотребление должностными полномочиями. Им была введена дополнительная должность в штат одного из муниципальных предприятий. И им было дано указание руководителю этого предприятия принять на эту должность жену бывшего главы администрации района. Вот в этих гаражах и должна была работать жена чиновника-интеллектуала. Но работы ее никто так и не видел. А семейный бюджет тем временем ежемесячно пополнялся ее зарплатой. И это, говорит следователь, лишь один эпизод. По другим ведется проверка. К примеру, это же унитарное предприятие фигурирует в деле с автомобилем, который подарили районному автопарку. Однако чудесным образом он был оформлен на тесте Дементьева. Нынешний ИО главы Екатериновского района Сергей Зязин подобным махинациям удивляется. Говорит, провернуть подобное непросто. Мы работаем по федеральному закону. Это все и должно идти через аукцион. Самый последний автомобиль приобретался лет пять назад. О том, что их бывший глава теперь под пристальным вниманием правоохранительных органов, в Екатериновке знает каждый житель. Но, кажется, их беды им куда ближе. Здесь, говорят они, не живут, а выживают. Всегда вон плавает что-то в ней. Вон, вы сами видите. Красненькие, черненькие. Так что очень невкусные. В этой воде почти вся таблица Менделеева. Но проблема не только в качестве воды, но и в ее подаче. Летом у жителей Екатериновки краны пересыхают. Единственным источником, откуда берут воду сельчане, остаются уличные колонки. Дело на экс-главу завели по анонимным обращениям. Скорее всего, говорят следователи, их авторы, местные жители. О том, что точка кипения в отношении чиновников нарастает, сомневаться не приходится. Что ни день, то громкое дело. Кажется, что чиновники, придя к власти, работают лишь на свой карман. И как с этим бороться? Вопрос, который пока остается без ответа. Местное самоуправление – это первая ступень власти. И люди именно по ней составляют себе портрет властных структур и в Саратовской области, и в Российской Федерации. И поэтому там человек должен быть достаточно открытым, порядочным, честным, потому что оценка будет дана сразу же. Однако этот портрет идеального чиновника в Саратовской области пока не вырисовывается. Не пугает даже объявленная антикоррупционная война. Примеров, когда нечистые на руку слуги народа оказываются на скамье подсудимых, немало. В одном только Саратове в этом списке десятки фамилий. Козлочков, Сурков, Синичкин, Лысенко. Кажется, всех их уже и не перечислить. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Тем временем российские законодатели планируют расширить понятие «взятка» и включить в него получение чиновниками нематериальных благ, таких как продвижение по службе. Парламентарии предлагают считать взяткой любые нематериальные блага и преимущества, а не только ценные подарки и деньги в конвертах. Спектр получился широким – от продвижения по службе и хороших отзывов перед руководством до оказания интимных услуг и походов в рестораны. За получение услуг депутаты предлагают назначить штрафы от 25 тысяч до 500 миллионов рублей.